Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Вас приветствует Алена Ариас, я таролог и психолог. В первую очередь, конечно же, от всей души благодарю всех вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под нами видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои расклады. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас расклад на личную жизнь на август месяц по группе крови. Знаете уже, наверное, что именно по группе крови расклад является самым точным. По той простой причине, что если вы смотрите расклад именно по стихии или по знаку зодиака, то не всегда вы точно можете определить именно свой знак зодиака, как будут проигрываться события, потому что на вас могли влиять в момент рождения другие планеты или асцендент может находиться в другом знаке. А что касается группы крови, то здесь все точно. Если вы точно знаете свою группу крови, то ошибки быть не может. Единственное, что вы должны понимать, что это общий онлайн-расклад, то есть именно для всех. Естественно, что на личных консультациях я даю более подробную, более детальную информацию для вас. Итак, девочки, приступаем. Смотрите, я знаю точно, что смотрят девочки с других стран. У вас, то есть в России группы крови первая, вторая, третья, четвертая, а в других странах, смотрите, нулевая группа крови, группа А, группа Б и группа АБ. Поэтому ориентируйтесь уже по группам крови. Ученые японские, да, я говорила о том, что ученые японские выяснили, что именно по группе крови наиболее точно можно определить и характер, и судьбу человека. Вот, поэтому и расклад я делаю именно по группе крови. Начинаем с первой группы. Посмотрим, девочки, как всегда, понедельно, а также посмотрим перемены, судьбоносные события и итог месяца. Итак, смотрим. Понедельно, август месяц. Личная жизнь для всех, у кого первая группа крови. Дальше перемены, какие будут у вас в вечной жизни. Судьбоносные события. И итог месяца. Ну что, девочки, рассказываю теперь подробно. Начну, девочки, сразу по разным форматам отношений. Будут у нас сегодня три формата. Для тех, кто одинок, для тех, у кого 40 конфликтов расставания, разрыв или развод, и для тех, кто в паре или в браке. Вот такие три формата. Итак, первый формат. Для тех, кто одинок, смотрите. Первая неделя страхи, закрытость в чувствах. Страх именно проявить свои чувства в отношении мужчин, в общем или какого-то конкретного мужчины. Ну, естественно, раз вы чувств никаких не проявляете, да, вы закрыты, то, естественно, ничего не произойдет. То есть здесь только карта говорит о том, что вам мешают ваши собственные страхи. Дальше. Вторая неделя августа. По пятерке земли также ничего не происходит. Отстраненность друг от друга. Ну, здесь может у некоторых даже проиграться, что между вами, скажем, разница в возрасте или разное социальное или материальное положение. Это тоже вполне возможно по данной карте. И поэтому как бы ничего и не происходит, да. То есть вы ощущаете эту разницу. И, естественно, вы ничего не делаете. Но и мужчина, который, возможно, вам нравится тоже. Либо это вот по этим двум картам, скажем, ваши собственные страхи. Комплексы даже хотелось бы сказать. Ощущение, что вы как-то не так выглядите. Или не дотягиваете до того, чтобы встретить там самого лучшего мужчину. На самом деле девочки проверяла много раз. Абсолютно все равно. Как вы выглядите. Ну, я имею в виду красоту от природы. Есть, ну, в некотором итоге, это красота условно. Да, кому-то эта красота нравится, кому-то не нравится. Поэтому, вот, какая у вас фигура, да, стройная, вы куда, или наоборот, вы пышненькая, не имеет значения, по большому счёту, для того, чтобы встретить свою половинку, своего мужчину, для того, чтобы встретить любовь, построить отношения, никакого значения это не имеет. Здесь я бы вам очень по этим картам очень-очень посоветовала бы взять сказку на нового мужчину и новое отношение. Она вам заменит вот эти ваши негативные установки, да, вот эти комплексы страхи на позитивные. И вам будет очень легко познакомиться и выбрать того мужчину, которого вы хотите. Поэтому берите сказку, слушайте 40 дней. И вот эта ситуация, которую я вижу в августе месяце, она уйдёт сама собой. Дальше смотрим. По тройке земли. Это третья неделя как раз получается. Здесь будут пересечения с мужчинами, или с мужчиной, который вам нравится, скажем, да, если у вас есть кто-то на примете. По работе, или какие-то деловые встречи, работа. И вполне возможно. Но по большому счёту, вот из-за ваших комплексов и страхов, именно начала отношений я не вижу. Но зато, возможно, дружба завяжется по тройке земли с каким-то мужчиной по работе или по бизнесу. Или, ну, это могут быть ещё какие-то деловые встречи. Ну, например, пойдёте в банк, или ещё в какой-то офис, да, по своим делам. И завяжется дружба. Такое тоже вполне возможно. Четвёртая неделя августа. По старшему органу отшельника вы будете скучать, уйдёте в себя, будете думать, анализировать, почему так происходит. А почему так происходит, я вам уже объяснила. Не надо бояться мужчин. Ну, а для того, чтобы не бояться, для того, чтобы снять вот эти все ваши страхи, возьмите сказку, как я сказала. Перемены по семёрке огня. Здесь, собственно, об этом же семёрка огня и говорит, что неуверенность, неуверенность в своих силах, неуверенность в мужчинах, может быть, даже защитная, оборонительная позиция здесь у семёрки огня. То есть, всё, о чём я ранее говорила, это и есть перемены. То есть, как никогда в августе месяце больше всего у вас, именно на первый план выйдут ваши страхи. Вот. Ну, что тут хорошего? Судьбоносные события. Здесь какое-то торжество. Чей-то день рождения, свадьба. Возможно, вы с подругами куда-то вместе пойдёте что-то отметить или просто решите отдохнуть. И как раз-таки вот это и говорит о том, вот эта карта, да, то есть судьба на вас смотрит и думает, надо всё-таки вмешаться, да. И вот эта встреча, которая у вас произойдёт с мужчиной по работе, по бизнесу или какая-то деловая встреча, и вот именно с этим мужчиной у вас сначала завяжется дружба, а уже к концу августа под влиянием судьбы высших сил у вас отношения, ну не могу сказать, что начнутся, но станут теплее. И начнутся прямо уже к концу августа. То есть буквально вот эти карты проиграются в самые последние дни августа месяца, когда вы действительно будете счастливы, потому что мужчина вам предложит свидание или встречу. Вот. И здесь по десятке огня, которая идёт итоговой картой, десятка огня говорит о том, что в принципе отношения могут быть долгосрочными и крепкими в дальнейшем. Но имейте здесь в виду один момент. Здесь есть расчёт со стороны мужчины. То есть, как я обычно говорю, меркантильный интерес. Поэтому на это обратите внимание. То есть с чувствами как-то холодновато. Но зато эти отношения могут быть действительно крепкими и долгосрочными. Так что думайте, анализируйте, смотрите. Дальше, девочки. Для тех, у кого 40 конфликтов, расставания, разрыв, развод, всё то же самое. Вы боитесь. То есть самое основное – это ваши страхи и комплексы. Боитесь пойти на примирение. Именно потому, что чувствуете какую-то неуверенность в себе. И вот вторая неделя августа – это неполноценность отношений. Во-первых, потому что у вас 40 конфликтов, расставания, разрыв, развод. Но ещё и ваша неуверенность в себе, ваши страхи и комплексы. Третья неделя. У вас, видимо, будет с мужчиной, с которым у вас 40 конфликтов, расставания, разрыв, развод. Какая-то, может быть, деловая встреча или разговоры или что-то такое. И вполне возможно, что либо ваши отношения немножко потеплеют, но это будут больше дружеские, приятельские отношения, нежели любовные. Или же, смотрите, если здесь на третьей неделе у вас всё-таки произойдёт примирение, то можете быть уверены, что со стороны мужчины есть расчёт. То есть по этой карте именно так. Четвёртая неделя. Вы в гордом одиночестве. Может быть, общение с мужчиной, но встреч, то есть окончательного примирения, я пока не вижу. Оно произойдёт прямо в последние дни августа. Также по семёрке огня, как я уже до этого сказала, неуверенность в своих силах, подозрение, даже вот в вашем случае может быть подозрение о наличии соперника или соперницы, что вызывает у вас обоих страхи и мешает произойти вашему примирению. Но высшие силы, как я сказала, это судьбоносная карта. Судьбоносная, потому что она в позиции судьбоносных событий. Будет какое-то, во-первых, торжество, может быть, чья-то свадьба, помолвка, какой-то праздник, день рождения, корпоратив, любой праздник. И вот именно на этом празднике будет начало примирения, хотя пока ещё без действия. И прямо в последние дни августа всё-таки примирение состоится. Но здесь я тоже вижу со стороны мужчины именно меркантильный интерес. Но при всём при этом о примирении она говорит. И ещё говорят о том, что ваши отношения, скорее всего, после примирения перейдут на новый, более серьёзный уровень. Вот такой будет для вас август месяц. Дальше для тех, кто в паре или в браке. Смотрите, первую неделю августа, скорее всего, у вас будет такое охлаждение в чувствах, закрытость друг от друга. Следующая, вторая неделя августа, также может быть просто закрытость друг от друга. Может быть, вы будете на расстоянии с вашим мужчиной, потому что или у вас, или у него случится командировка, или какой-то отъезд. Ну, не длительный, да, либо несколько дней, либо максимум неделя. Но это, естественно, для тех, кто в паре или кто в паре в реальности. Но если вы на расстоянии, то, соответственно, вот две недели я вижу паузу вообще между вами. Ну, а для тех, у кого в реальности поможет быть, что и отъезда не будет, только вы будете реально закрыты друг от друга. То есть, будете каждый заниматься своими делами, работой, и как будто не будете замечать друг друга. Даже встреч, вот для тех, кто в паре, да, если вы встречаетесь, скорее всего, первые две недели августа встреч не будет. Но общение может быть, но оно будет очень холодное и сухое. Либо это вообще будет пауза. Дальше. Третья неделя августа. Отношения станут теплее. Между вами возобновится общение. Здесь может быть встреча. Но встреча, скорее, не любовного характера. То есть, возможно, вы пойдете куда-то погуляете, выпьете кофе, что-то обсудите. Возможно, даже продумаете какие-то планы на будущее. То есть, или обсудите планы на будущее. Но встреча именно не любовного характера. Дальше. К концу, то есть, четвертая неделя августа. Как я уже сказала, опять что-то, что-то похожее на паузу. Причем разрыва нет. Но при этом, смотрите, опять вы уйдете в себя. Мужчина будет занят своими делами, вы своими делами. В общем-то, то есть, если вы в браке, вы просто не будете друг друга замечать. Ну, а если вы в паре, то, скорее всего, здесь будет только общение, а встреч не будет. Дальше. Перемены. Перемены здесь, именно конкретных перемен нет, но будут подозрения о сопернике, потому что охлаждение чувств и пауза. Ну, охлаждение чувств для тех, кто в браке, да, для тех, кто в паре, это будет, скорее всего, пауза будет в отношениях. Вот. И здесь, конечно, будут у вас и страхи, и переживания из-за этого всего, и подозрения о сопернике или о сопернице. Вот. Но это тут всего лишь именно подозрения. Но не переживайте, прямо в последние дни августа ваши отношения наладятся, благодаря какому-то торжеству. Либо просто вы встретитесь в конце августа все-таки. Вот. И здесь уже встреча будет именно любовного характера. Вот. И к самому концу августа, скорее всего, для тех, кто в паре, будет переход на новый, более серьезный уровень отношений. Для тех, кто в браке, произойдет укрепление семьи, семейных отношений, семейных ценностей. Вот. Так что к концу августа абсолютно все наладится. Причем я уже вам объяснила, здесь нет разлива, нет каких-то конфликтов. Здесь просто ваши собственные переживания, анализ ситуации, анализ отношений. Вот. И у мужчины тоже такая будет ситуация, такая же точно, как у вас. То есть он тоже что-то будет анализировать, продумывать. Плюс, не знаю, как вы, но ваш мужчина точно будет занят. Какими-то делами, работой. Возможно, вот здесь командировка. Поэтому и отношения. Ну, то, что охлаждение, да, можно устроить, конечно, всплеск чувственности. Я во многих видео рассказываю, как их устраивать. Это нужно куда-то пойти, чтобы было что-то веселое, интересное. Чтобы вы оба смеялись, что-то такое зажигательное. Вот эти эмоции, они позволяют вытащить на поверхность чувства и ваши, и мужчины. То есть вы как бы раскрываетесь в этих эмоциях. Как обычно, еще, девочки, давайте возьмем карту совета из колоды «Магические послания богинь». Так, смотрим. Это богиня, дева, папочка. Трансформация, которая говорит о том, что радикальные изменения, которые с вами сейчас происходят, принесут великие благословения. Изменения какие здесь, действительно, в карте перемен, я говорила о них, да, что ваши страхи, комплексы у кого-то, подозрения, да, это ничего не оправдается. Но внутренне за этот месяц вы все проанализируете и изменитесь. Изменитесь именно внутренне. И поэтому к концу месяца ваши отношения наладятся и станут значительно лучше. И они станут и более счастливыми, и более гармоничными. Но, тем не менее, не забывайте о том, что все-таки меркантильный интерес или расчет, да, со стороны мужчины есть. И даже для тех, кто в браке. Скорее всего, брак у вас по расчету. Расчет не обязательно финансовый. Это может быть какой-то другой расчет. Возможно, мужчина просто выделил у вас много достоинств и решил, что вы будете отличной женой. Поэтому женился, да. Такое тоже возможно. Поэтому здесь я вижу, а может быть, ситуативно этот меркантильный интерес, то есть только в августе месяце. А все остальное время было по-другому. Но, девочки, имейте в виду, что тут идет именно охлаждение чувств и с вашей стороны, со стороны мужчины. То есть не только у мужчины произойдет это охлаждение, но и у вас тоже. Поэтому здесь нужно, конечно же, работать над отношениями. Но самый легкий, простой и приятный способ – это каждый день слушать сказку на ночь. Но для тех, кто одинок, сказку на нового мужчину и новые отношения. А для тех, кто в паре, в браке или у кого 40 конфликт, расставание, разрыв, развод – это две сказки. Сказка на привлечение конкретного мужчины и сказка на замужество и счастливый брак. Даже для тех, кто в браке. Она помогает гармонизировать отношения. Вот такая ситуация и такой интересный, да. Август месяц будет для всех, у кого первая группа крови. И переходим теперь, девочки, к следующей позиции. Ко второй группе крови. Также я напоминаю, что у нас с вами сегодня будет три формата отношений. Это для тех, кто одинок. Для тех, у кого 40 конфликт, расставание, разрыв или развод. И третий формат – это для тех, кто в паре или в браке. Так, посмотрим. Для всех, у кого вторая группа крови, как же у вас сложится личная жизнь в августе. Сначала понедельно. Так, первая неделя. Вторая неделя. Третья неделя. Четвертая неделя. Перемены, какие будут в ваших отношениях. Судьбоносные события. И итог месяца. Лисо фортуны. То есть будет по-разному. Рассказываю, девочки. Начинаю, девочки, я с первого формата отношений. Для тех, кто одинок. Смотрите. Прямо на первой неделе августа у вас произойдет встреча с сильным, властным мужчиной. Правда, по императору, по внешнему виду, ничего не скажу. Но, скорее всего, мужчина либо богат, либо при должности. И закрутится у вас роман на две недели. То есть здесь такие страстные, бухные отношения будут. Вы будете чувствовать себя буквально на седьмом неделе. Возможно, поездка куда-то вместе с этим мужчиной. Кроме того, мужчина может быть начальником вашим. Поэтому может быть командировка у вас. Дальше. Третья неделя августа. Такая ситуация неопределенности. Я бы сказала, пауза. Третья неделя. Непонятная еще ситуация пока. А вот четвертая неделя у вас уже начнутся переживания. Потому что ничего не происходит. То есть получается, ваш роман продлится две недели. И потом пауза и, естественно, переживания. Потому что ничего не происходит. Просто, чтобы вы сразу об этом знали и понимали. Дальше. Карта перемен. Здесь общение. То есть общение между вами будет. С этим мужчиной. Как ни в чем не бывало. После страстного романа будет общение. Вы, конечно, будете пытаться всеми силами продолжить общение. Но, скорее всего, его не будет. Ну, как оно будет. Но будет таким холодноватым. То есть не то, чего вы хотите. То есть это не любовные отношения. Дальше. Судоносные события. Здесь, как я сказала, путешествие с мужчиной на второй неделе. Возможно, командировка. Или действительно какое-то путешествие, поездка. Не знаю. Ну, может быть такое. Если у вас поездка запланирована, скажем, вполне возможно, что на начало августа. Потому что, ну, не могут карты точно понедельно проигрываться. Поэтому вполне возможно, что именно в поездке вы встретите этого мужчину. И у вас будет такой роман. А потом вы уедете. Или он уедет. Такое тоже возможно. И, естественно, пару западных переживаний. Ну, судьба сделает все возможное для того, чтобы подарить вам какие-то чудесные моменты. Но больше всего карта говорит о том, опять-таки, об общении между вами. О том, что вас может связывать работа, бизнес. То есть, именно какие-то деловые отношения. Либо курортный роман, как называют. То есть, просто роман в поездке. Об этом именно говорит. Тройка огня. То есть, действительно, приятных моментов будет много. Но на этом они и закончатся. Колесо фортуны. Да, это и тут месяцы. Также говорит о переменчивости. И о том, что будет какая-то поездка в августе месяце. Где либо с этим мужчиной, либо в которой вы встретите этого мужчину. Но потом отношения изменятся. То есть, это будет такой короткий роман без продолжения. Дальше. И других отношений пока я больше не вижу. Да, вы займётесь, скорее всего, для того, чтобы отвлечься. В конце августа вы займётесь, наверное, работой, бизнесом. То есть, именно уйдёте в это для того, чтобы как-то отвлечься. Но это на самом деле и правильно. Лучше не переживать, а лучше вспоминайте эти моменты с удовольствием. Что это было в вашей жизни. Что это было очень прекрасно, красиво и так далее. И ещё один момент для тех, у кого роман на расстоянии. Я здесь скажу отдельно. Будет встреча в начале августа с мужчиной. С которым у вас роман на расстоянии. Потом он уедет. Будет пауза. Ну, общение будет, естественно. То есть, общение будет. А потом начнутся переживания. И, конечно, мысли о следующей встрече. Но пока нет. Хотя вполне возможно, что под влиянием судьбы, под влиянием высших сил, вы будете планировать. То есть, общение будет. Не так скоро, как вам бы хотелось. Но, тем не менее, будете планировать следующую встречу. Вот по этим картам вполне возможно. Дальше, девочки. Для тех, у кого скоро конфликт расставания, разрыв или развод. Прямо в первую неделю. Августа ваш мужчина себя проявит. То есть, делает шаги для примирения. Состоится прям волшебное, такое фееричное примирение. Будет много чувств, страсти. Ну, ненадолго. А потом пауза и переживания. Также здесь тоже какие-то дорожки есть. Однозначно. Либо мужчины. Ну, то есть, вполне возможно, что вы просто на расстоянии сейчас после ссоры. Или разрыва отношений. И поэтому дорожки. Возможно, мужчина к вам приедет. Потом уедет. И, естественно, будут раздумья, неопределенности, переживания. Третья, четвертая неделя августа. Но, тем не менее, вы будете планировать именно совместное будущее. Продолжение ваших отношений. И после всего этого, да, пауза и... То есть, пауза получается две недели, собственно говоря. Поэтому на четвертой неделе и будут такие переживания. Но я по этим картам думаю, что дальше, в сентябре, все-таки продолжение будет. То есть, не знаю еще, каким оно будет. Но оно однозначно будет, это продолжение. И вот здесь, девочки, для того, чтобы узнать вообще, как сложатся ваши отношения с мужчиной по судьбе или вы друг другу. У меня недавно вышло видео, буквально, по-моему, несколько дней назад. Как раз на отношения. И видео очень точное, потому что там идет расчет, это нумерология по датам рождения. Обязательно его посмотрите. И для того, чтобы вы уже знали, как будут складываться ваши отношения. Вообще, есть ли какие-то перспективы или нет у ваших отношений. Потому что... В этом видео все действительно точно на 100%. Потому что вы сами высчитываете по вашим датам рождения. Видео называется 100% точное будущее отношений с мужчиной. Да, вот так называется видео. Оно вам очень здесь пригодится. Для того, чтобы вы, я же говорю, вы вообще понимали, стоит или не стоит. Особенно для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод. Дальше. В переменах здесь общение. То есть общение, скорее всего, будет, но оно будет несколько сухое, холодное. Хотя вы будете пытаться поддерживать общение. Переменчивые отношения будут. И переменчивые, честно говоря, не в лучшую сторону. Хотя судьба тут будет пытаться что-то сделать. То есть именно высшие силы будут вмешиваться, будут пытаться наладить ваши отношения. Но насколько это возможно. Больше все-таки вас будут связывать. То есть именно высшие силы, что сделают для вас. Они просто вас столкнут. То есть, по крайней мере, состоится встреча, общение, разговор, может быть, долгожданный. И причем, что интересно, вполне возможно, что это даже произойдет где-то в путешествии. То есть вы поедете куда-то в путешествии и встретите там мужчину, с которым у вас 40 конфликт, расставание, разрыв или развод. Возможно, такая ситуация. Или поедете вместе с ним куда-то, да. Может быть, какая-то деловая поездка. Бывает так, что вы работаете вместе с вашим мужчиной, скажем, в одной организации, на одном предприятии. Такое тоже возможно вполне. Но в любом случае, поездку я тут какую-то вижу. И поездка именно связана с мужчиной. Но не исключаю, девочки, я и того, что первую неделю, именно для тех, у кого 40 конфликт, расставание, разрыв или развод, что в первую неделю августа у вас произойдет встреча с другим мужчиной. Тогда посмотрите или послушайте для первого формата отношений. Я рассказывала, что это будет короткий роман на две недели. Так что, ну не могу сказать, что переживать в любом случае не стоит, девочки. Потому что примирение здесь произойдет у вас, да. Да, потом будет пауза после примирения. Но, скорее всего, по колесу фортуны и по тройке огня продолжение отношений будет. То есть продолжение следует в следующем месяце. Но для того, чтобы вы не сомневались, все-таки посмотрите это видео, которое я вам сказала на моем канале. Дальше. Для тех, у кого брак, да, или вы с мужчиной в паре. На первой неделе августа ваши отношения будут достаточно крепкими, хорошими. Но мужчина будет проявлять, знаете, так очень властно себя, может быть, где-то эгоистично. Не могу сказать, что будут конфликты. Но при этом как-то вот будет себя так вести, будет пытаться показать именно свою власть над вами. Да, или покомандовать ему вдруг захочется. На второй неделе августа, скорее всего, у вас какая-то поездка запланирована совместная. Дальше. Третья неделя августа у вас. Вот для тех, кто в паре, это будет ситуация неопределенности. Возможно, пауза. И на четвертой неделе вы уже начнете переживать, потому что пауза затянется после поездки. Будет пауза. Но общение будет сохраняться, вы будете прилагать все усилия для того, чтобы это общение сохранилось и стало лучше. Тем не менее, смотрите, именно в этой поездке вы будете что-то планировать, планировать, обговаривать какие-то серьезные планы на будущее. То есть, сама поездка, она пройдет очень и очень плодотворно. Но потом вот эта пауза, конечно, она вас выбьет из коленей. Но потом по колесу фортуны отношения все равно наладятся. Но уже, скорее всего, либо прям последние числа августа, либо уже в начале сентября. Ну, видимо, столько много вы напланируете, что после поездки, наверное, мужчине нужно будет проанализировать ваши отношения и о чем-то подумать. Кроме того, здесь я еще что вижу. Вполне возможно, что мужчина будет сильно занят работой. Дальше, девочки. Для тех, кто в браке, здесь немножечко другая ситуация. Хотя поездку я все равно вижу в начале августа, на первой или второй неделе. Ну, на второй обязательно. Но просто поездка может быть либо одну неделю, либо две недели какая-то. Но также я не исключаю, девочки, для тех, кто в паре или в браке, что новый мужчина у вас появится. То есть вы, возможно, с начальником или с коллегой куда-то поедете, да, тоже вполне возможно. То есть появится у вашего мужчины соперник. И здесь поэтому у вас будет неопределенность и ситуация выбора. Это только для тех, кто в паре или в браке. Такая ситуация будет, что появится, возможно, другой мужчина. И связанного с этим мужчиной будете либо по работе, либо по бизнесу. Ну, либо как-то именно деловые какие-то вопросы. И будет у вас роман. И потом в итоге неопределенность, да, и переживание к концу. Ну, и все остальное, то, что я рассказала, тоже, оно все проиграется. То есть именно с вашим мужчиной. Дальше. Для тех, кто в браке, я еще не дорассказала, да, какие ваши тут перемены по шестерке земли. Будет такое, ну, достаточно холодноватое общение. Общение на бытовом уровне в основном. Ну, потому что вот тут у вас идет охлаждение для тех, кто в браке после поездки. Хотя поездка пройдет замечательно. Ну, пройдет она либо с вашим мужем, да, либо отдельно. Но в любом случае поездка такая очень хорошая. Именно много будет чувств, страсти в отношениях. Только, не знаю, с вашим мужем или с другим мужчиной вполне возможно. Поездка вам это по судьбе, девочки. Вот здесь 7, да, карта судьбоносная, тройка огня. То есть поездка всем по судьбе на второй неделе, я ее четко вижу. И колесо фортуны в конце тоже это предсказывает, то есть как бы подтверждает, что точно будет поездка. А вот после поездки, либо вы будете в сомнениях, будет у вас ситуация выбора между двух мужчин и переживания из-за вот этого неожиданно случившегося романа. Ну, а если все-таки романа не случится, значит вы будете переживать из-за того мужчины, с которым вы в паре или в браке, потому что пойдет охлаждение чувств. И как-то вот общаться будете, ну, те, кто в паре, возможно, пауза, а те, кто в браке, будете очень, ну, скупо общаться даже. Ну, где-то к самому концу августа или начала сентября ваши отношения наладятся. Но не обязательно, что будет всплеск чувственности, ну, с переменным успехом по колесу фортуны. То есть итогом августа идет колесо фортуны. Колесо фортуны говорит о редких встречах, о переменчивом настроении, о переменах в чувствах. То есть именно, причем не просто перемены, да, а именно разные будут чувства с вашим мужчиной. Вот таким будет август месяц для всех, у кого вторая группа крови. Да, девочки, очень советую вам, возьмите у меня на канале обязательно сказки на ночь. Для тех, кто одинок, есть сказка на нового мужчину, новые отношения. А для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв или развод, кто в паре или в браке, две сказки, это сказка на привлечение конкретного мужчины и сказка на замужество и счастливый брак. Совсем забыла, девочки, карту совета. Та карта совета для всех, у кого вторая группа крови на август месяц из колоды магические послания богинь. И это богиня Сехмет, которая говорит, будьте сильными, вы сильнее, чем вы думаете. Это как раз касается абсолютно целиком и полностью вашей ситуации на август месяц. То, что не стоит поддаваться переживаниям. Именно ведите себя мудро, будьте уверены в себе. И тогда и отношения сложатся, и жизнь будет вас радовать, естественно. Вот такой замечательный совет. А я перехожу, девочки, в третьей группе крови. Итак, смотрим для всех, у кого третья группа крови. Какие события ждут вас в августе месяце? Посмотрим. Первая неделя. Вторая неделя. Третья неделя. И четвертая неделя. Ну, я хочу сказать, очень хороший будет для вас август месяц. Дальше перемены, какие у вас будут в личной жизни. Судьбоносные события. И итог август месяца. У нас с вами будет три формата отношений. Это для тех, кто одинок. Для тех, у кого 40 конфликтов, расставания, разрыв, развод. И третий формат для тех, кто в паре или в браке. И начинаю я, естественно, с тех, кто в поиске или в ожидании своей второй половинки. Смотрите. Первую неделю августа у вас какое-то путешествие. И вы будете довольно счастливы. Вы будете купаться во внимании мужчин. Вторая неделя. Тоже очень благоприятна. Вы тоже будете довольны и счастливы. То есть, внимание будет, сейчас я говорю, за весь месяц. Внимания будет много. И последняя неделя августа вы также будете довольны и счастливы. Вам все будет нравиться. То есть, у вас будет большой выбор. Будет много поклонников, женихов. Будет много общения. Взаимопомощи. Мужчины вам будут помогать. Вы им будете помогать. Но именно отношений каких-то пока не случится. И в переменах старший аркан звезда. Старший аркан звезда говорит о том, что перемены обязательно будут к лучшему. То есть, все это внимание мужчин, оно все не пройдет в даром. В будущем. Я имею в виду в следующем месяце, скорее всего. Потому что старший аркан звезда, карта медленная. Будут у вас отношения. И причем отношения очень хорошие. С хорошими перспективами. Именно на серьезные отношения. Но пока вот август месяц. Наслаждайтесь вниманием. Принимайте ухаживание. Выбирайте. Присматривайтесь. В августе месяце больше ничего. И старший аркан луна в позиции судьбоносной карты говорит, что не спешите. Не спешите, потому что присмотритесь к мужчинам. Вы можете выбрать не того. Вы можете выбрать мужчину. Но вы же их не знаете, естественно. Поэтому присматривайтесь. Расспрашивайте мужчин. Для того, чтобы не ошибиться, естественно. Вот об этом говорит старший аркан луна. То, что не спешите. Вот два старших аркана. Смотрите. Звезда и луна. И итогом месяца идет четверка воды. Которая говорит об ожидании. То есть вы будете ждать от мужчин чего-то серьезного. Но пока вот в августе месяце. Я не вижу, чтобы в вашей жизни именно произошла судьбоносная встреча. Чтобы именно появился какой-то серьезный мужчина. Но позже по этим картам. То есть они просто медленные. Все говорит о том, что в следующем месяце, скорее всего, это судьбоносная встреча произойдет. Пока я не вижу. Но вы можете ускорить немножечко события. Возьмите у меня на канале сказку на нового мужчину и новые отношения. А плюсом к ней сказку на замужество и счастливый брак. Вот они две вместе и дадут очень хороший результат. То есть именно для начала серьезных отношений. Дальше, девочки. Для тех, у кого 40 конфликтов, вставание, разрыв или развод. Тоже вы будете купаться во внимании. Но судьбоносной встречи с новым мужчиной пока не произойдет в августе месяце. Вот. И примирение пока тоже. На первую неделю августа я вижу у вас какую-то поездку. В принципе, весь месяц вы будете довольны и счастливы. Вполне возможно, что у вас начнется общение с тем мужчиной, с которым у вас 40 конфликтов, расставания, разрыв или развод. Даже взаимопомощь. То есть, возможно, вы его о чем-то попросите, о какой-то помощи. И он вам в чем-то поможет реально. Это возможно. То есть восстановит сообщение. Но пока, по старшему Аркану Звезда, хочу сказать, что примирение будет чуть похоже, то есть в сентябре. Пока примирения окончательного я не вижу. Или прямо вот в последние дни буквально августа месяца. Дальше. По старшему Аркану Луна. В позиции судьбоносное событие. Хочу сказать, что ваш мужчина, видимо, что-то от вас скрывает. Есть какие-то тайны. Поэтому не спешите. Не спешите идти на примирение. Причем я знаю, о чем я прям чувствую ваши мысли. О чем вы подумали. Нет, соперницы я не вижу. Старшая Аркан-Императрица соперницу не обозначает. Единственное, здесь может быть момент. Если ваш мужчина женат. То старшая Аркан-Императрица может быть женой. Только в этом случае. Но тем не менее, все равно старшая Аркан Луна говорит о том, что не спешите. Не раскрывайте все свои чувства. Не поддавайтесь сейчас, в августе месяце, полное искушение. Не идите пока на окончательное примирение. Немножечко затяните эту ситуацию, для того, чтобы примирение потом было окончательным. И итоговая карта месяца. Это четверка воды, которая говорит о том, что вы будете ждать от мужчины помощи, шагов. Еще чего-то, да. То есть общение будете ждать. Кроме того, здесь общения будет много у вас. Со стороны еще других мужчин. Будет много внимания. То есть вы будете прямо окружены мужским вниманием. Но пока ни окончательного примирения, ни какой-то судьбоносной встречи не произойдет. Но в целом вы будете довольно счастливы весь месяц. Потому что событий будет много. Именно приятных. То есть вам будут делать комплименты. Вам будут уделять внимание. Кто-то будет за вами пытаться ухаживать. Кто-то будет показывать интерес. То есть событий на самом деле будет много. И вы за этот месяц прямо вырастите в своих собственных глазах. То есть у вас добавится уверенность в себе. А это тоже очень и очень важно. Вам тоже посоветую обязательно сказку на привлечение конкретного мужчины. А также сказку на замужество и счастливый брак. Дальше для тех, кто в паре. Месяц пройдет замечательно. В первую неделю августа будет поездка. На вторую неделю августа вы будете довольны и счастливы. У вас будет полная гармония. С вашим мужчиной счастье, радость. Возможно предложение руки и сердца на второй неделе. Дальше. Благоприятный период зачатия. Вторая неделя августа. Если вы хотите деток. И последняя неделя августа. Тоже благоприятный период для зачатия. Третья неделя августа. Между вами будет общение, взаимопомощь. Вы будете решать какие-то бытовые вопросы. Последняя неделя августа. Также будете довольны и счастливы. Отношения будут счастливые, гармоничные. Кроме того, весь месяц вы также, как и все остальные, будете купаться просто в мужском внимании. Мужчины будут уделять вам много внимания, делать комплименты. Поэтому месяц будет очень хорошим. Что касается перемен. Да, все ваши желания исполнятся. Но, скорее всего, либо в последние дни августа, либо уже в сентябре. Ну и август месяц для тех, кто в паре или в браке, будет очень хорошим. Судьбоносная карта говорит о том, что немножечко нужно более скрыто. Здесь не судьбоносные события по старшему Аркану Луна. А я бы сказала именно совет. Совет о том, что не показывайте свои чувства. То есть несколько сдержанно относитесь к мужчине в августе месяце. То есть немножечко скрывайте свои чувства. Не показывайте их целиком и полностью. Не растворяйте в своем мужчине. И не спешите. Не спешите никуда. Ждите по четверке воды. Ждите именно от него шагов, действий. Пусть он будет инициатором. Именно это позволит вам как раз таки весь август месяц купаться буквально в любви и чувствах собственного мужчины. А также получать внимание и комплименты от других мужчин. Вот такой замечательный будет для вас август месяц для тех, у кого третья группа крови. И посмотрим теперь карту совета из колоды магические послания богинь. Прошу богинь дать совет на вашу ситуацию такую замечательную. Это богиня Изольда Бессмертная любовь. Которая говорит о том, что любовь, которой вы делитесь будет вечной независимо от ситуации. Да, любовью делиться надо но при этом все равно по старшему органу луна несколько сдержанно. Да, то есть не проявлять свою любовь постоянно. Сделал мужчина что-то хорошее вы можете показать ему свои чувства сделать ему комплимент именно таким образом. Пусть больше он для вас делает чем вы для него. но он пусть делает какие-то поступки да что-то хорошее а вы будете делиться с ним любовью как и советует богиня Изольда. Вот такая замечательная третья позиция и третья группа крови. Отличаются очень сильно конечно события по группам крови потому что это действительно самый точный прогноз. Ну а я перехожу теперь четвертой группе крови девочки смотрим по четвертой группе крови Какие события и ситуации произойдут в вашей личной жизни для тех, какого четвертая группа крови в августе месяца первая неделя вторая неделя третья неделя и четвертая неделя перемены перемены какие ждут вас в августе месяца судьбоносное события и итог месяца сегодня сегодня у нас с вами будет три формата отношений первый формат это для тех кто одинок второй формат для тех около 40 конфликт расставания разрыв или развод и третий формат это для тех кто в паре или в браке начинаем с тех кто одинок или в поиске ожидания своей половинки первую неделю августа ничего не изменится все будет так же как сейчас а вот на второй неделе августа произойдет встреча с каким-то мужчиной причем свидание то есть возможно что есть мужчина который вам нравится и именно с ним будет свидание либо это действительно встреча какого-то мужчины дальше третья неделя то есть мужчина вам понравится ну вот здесь вы будете мечтать о нем думать то есть не вижу я именно встреч либо возможно такое что он едет и у вас будет общение на расстоянии также возможно что он будет занят работой бизнесом да чем-то будет занят поэтому будет общение на расстоянии значит в четвертую и на четвертую неделю августа вы узнаете о нем какую-то информацию сейчас расскажу дело в том что тут по судьбе вам узнать эту информацию но здесь момент смотрите какой то есть получите какую-то информацию которая изменит ваш взгляд на этого мужчину не буду я здесь рассматривать какая информация ну что-то такое не о сопернице тут соперницы вообще в помине нет но тем не менее что-то вы такое о нем узнаете но здесь вот смотрите итоговая карта это королева земли она говорит о том что обязательно в отношениях должно быть доверие если доверия не будет то будет очень трудно вот и карта перемен старший аркан сила говорит о том что благодаря этой встрече у вас раскроется чувственность женственность сексуальность это будут сексуальные конечно отношения то есть не только чувственные но и сексуальные вот вполне возможно здесь неплохая перспектива по королеве земли что отношения будут с продолжением то есть королева земли именно для личной жизни для отношений карта хорошая вот то есть именно такие серьезные перспективы на будущее вполне возможно. Но я еще раз повторяю, что здесь очень важно доверие, потому что поступит какая-то информация возможно от женщины от вашей родственницы или может быть от его родственницы не знаю какая информация но скорее всего не очень хорошая и первая мысль у вас будет уйти из отношений не продолжать эти отношения но вы задумайтесь все-таки я здесь вижу еще и советы здесь вам нужно просто доверять мужчине и никому не слушать дальше для тех у кого а вот еще для тех у кого роман на расстоянии с мужчиной с другого города, с другой стороны вполне возможно встреча на вторую неделю августа, встреча реальная но потом естественно он уедет но вам не нужно переживать и слушать какую-то информацию или что-то себе выдумывать кстати это может быть выдумки выдумывание, накручивание само себя доверие еще раз повторяю то есть отношения будут крепкими и прочными с хорошими перспективами если в отношениях будет доверие дальше для тех кто нет у кого 40 конфликт расставания, разрыв или развод смотрите первую неделю вполне возможно встреча какой-то разговор между вами по умеренности приятный разговор и на вторую неделю вполне возможно примирение а потом посмотрите вполне возможно или вы или мужчина куда-то уедете на третьей неделе августа потому что я вижу как-то на расстоянии у вас общение либо зависит от формата отношения может быть вы просто на третьей неделе встречаться не будете а вот на четвертой неделе я вижу поступление какой-то информации от какой-то женщины никого не слушайте переменок у вас отношения изменятся то есть будет встреча и чувства и естественно и интимные отношения будут в момент встречи а вот так что примирение здесь вполне возможно но после примирения почему-то я вижу у вас небольшую паузу но паузу не полную да то есть общение между вами будет но тем не менее все равно пауза и самое главное здесь для того чтобы ваше отношение ваше примирение окончательно все-таки состоялось нужно доверие для укрепления ваших отношений нужно полное доверие дальше для тех кто в паре или в браке давайте сначала даже разделю для тех кто в паре первая неделя хорошие приятные отношения вторая неделя возможно предложение руки и сердца встреча помолвка возможно какое-то торжество третья неделя общения четвертая неделя я уже рассказывала про какую-то информацию которая поступит ну узнаете о вашем мужчине поступит скорее всего от какой-то женщины еще раз повторю что здесь важно доверие в переменах я хочу сказать что отношения будут у вас в августе по крайней мере первые две недели чувственные будут интимные отношения обязательно вы будете чувствовать себя на высоте в отношениях именно в интимных отношениях с вашим мужчиной потому что действительно вы его целиком и полностью устраиваете просто фантастически вы устраиваете именно в интимных отношениях и для тех кто в браке смотрите первая неделя прекрасные гармоничные отношения будут с вашим мужчиной вторая неделя какое-то торжество третья неделя вполне возможно что или вы или мужчина куда-то уедете и будет общение на расстоянии четвертая неделя получения какой-то информации о вашем мужчине я уже сказала что здесь важно доверие но здесь смотрите то есть что бы вам не сказали любовницы никакой я не вижу соперницы тоже королева земли это не соперница это родственница то есть вполне возможно что информация поступит от родственницы это либо родственница либо женщина начальник поэтому никакой соперницы тут нет и еще раз повторяю доверие только доверие переменах ваши отношения будут очень хорошими и интимные отношения в том числе поэтому месяц будет для вас в общем-то очень хороший за исключением может быть последние недели и то переживать там не о чем по большому счету просто вы вспомните расклад и то что ничего такого как бы не в чем вашего мужчину подозревать просто поэтому никого не слушайте анализируйте просто то что вам говорят и не накручивайте себя потому что здесь может быть и накручивание тоже сказку на ночь очень хочется вам посоветовать для тех кто в паре или в браке возьмите сказку на привлечение конкретного мужчину а также сказку на замужество и счастливый брак эти две сказки просто творят чудеса они помогут вам гармонизировать ваши отношения в паре и даже в браке многие девочки уже действительно такие чудесные ситуации описывают прямо волшебство в их жизни происходит благодаря сказкам на ночь вот такая девочки была четвертая позиция и переходим теперь карте из девочки забыла карту совета из колода магические послания богинь как я вовремя вспомнила и так попросим совета богинь для тех у кого четвертая группа крови на август месяц богиня геневра истинная любовь которая говорит о том что романтические волнения в вашем сердце побуждают вселенную одарить вас великой любовью это еще раз говорит о том что не подозревайте ни в чем своего мужчину он вас любит и никуда от вас не денется вот такая богиня геневра такой совет прекрасный замечательный ну и теперь как всегда карта исполнения желаний если я в раскладе использую колоду магические послания богинь то из этой колоды я вытаскиваю карту исполнения желаний загадывайте желания желания загадывайте правильно внизу под этим видео есть ссылочка на мою группу вконтакте зеркало судьбы там как раз размещены правила загадывания желания еще комплименты мужчинам еще много интересной информации а еще разные рецепты блюд для соблазнения ваших благоверных итак карта исполнения желаний естественно для всех кто подписался на мой канал или уже подписан и поставили лайк под этим видео и это богиня исчель целительница которая говорит о том что вы проводник божественной целительной силы ну во первых богиня исчель говорит о том что желания ваши все естественно исполнятся но совет от богини исчель состоит заключается или состоит в том что помогайте людям как можете помогайте и естественно благодарность вселенная одарит вас тем чего вы хотите желания ваши исполнятся но у всех по разному у кого-то быстро я знаю желания исполняться у кого-то чуть дольше но тем не менее все равно исполняется девочки у меня на канале множество сильнейших и видео именно на исполнение желаний и есть очень важное видео там именно коды используя то есть я использовала именно коды причем коды такие старинные древние именно из русских букв а видео называется ну во-первых название используется имя архангела вехю иах это имя архангела оно само по себе уже творит чудеса и кроме того там действительно вот эти старинные коды посмотрите его обязательно там еще в заглаве написано богатство брак удача успех и бизнес да вот так поэтому посмотрите его обязательно как раз таки для исполнения ваших желаний ну и не забывайте помогать людям потому что действительно все кто приходят на мой канал я точно знаю что у вас у всех есть дар какой-то вот видимо сегодня именно смотрят видео те у кого есть божественная сила именно на целительство попробуйте девочки мы живем не задумываемся да потом когда что-то получается удивляемся очень сильно попробуйте все кто досмотрели до конца все кто смотрит эту карту попробуйте именно кого-то от чего-то вылечить я думаю что у вас получится тем более вы же понимаете что богиня исчели она не только вам об этом говорит но еще дает вам силы и энергию на этом дорогие мои девочки конечно же желаю вам счастья радости удачи всего вам самого наилучшего с вами была Алена Ариес до свидания и до скорых встреч в новых видео субтитры